Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Гонзик ТВ! Сегодня я расскажу вам про три новогодних квеста Бисфарм Симулятор. Это квест Spirit Bee, квест Анетта и квест Гами Бе. Видео получилось у меня немножко долгим, но я оставлю в описании под видео временные метки, чтобы вам было проще найти тот или иной квест, который вас интересует. Также есть хорошие новости, Анетт немножко упростил выполнение квестов. И также он добавил в каталог Бисмоса все наклейки, которые вам нужны для квестов. Их можно купить за снежинки. Ну и перед началом, ребята, обязательно поставьте лайк под этим видео, я старалась для вас. И лучшая благодарность это ваши лайки и комментарии под видео. Ну а также не забудьте подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал. Ну и давайте начнем. В сегодняшнее видео я начну рассказывать с квеста Spirit Bee. Подходим к ней и разговариваем. Взяли квест, ну и теперь давайте почитаем. Нам нужно собрать 110 миллионов белой пыльцы. Собрать 4 миллиона пыльцы с белого кирпичного поля. Это поле находится в мини-игре. Собрать 4 миллиона гу с поля роз. Использовать конденсатор нектара один раз. Сам конденсатор нектаров находится вот здесь, рядом с храмом ветра. Для того, чтобы его использовать, у вас должен быть собран нектар на 12 часов. Нектар хранится в зоне 30 пчел у Анетта. Вы можете хранить только один тип нектара. То есть, когда вы собираете плантер с необходимым нектаром, вы относите его в эту баночку. И потом, когда у вас там накопится 12 часов нектара, вы берете это все и несете в конденсатор нектаров. Он это все перерабатывает и потом вам засчитывается эта часть квеста. Найти 40 пар в игре на память. Игр на память всего 5 в игре. Обычная игра на память Memory Match. Мега игра на память Mega Memory Match. Ночная игра на память, которая находится в зоне 30 пчел. Night Memory Match. Экстремальная игра на память Extreme Memory Match. И зимняя игра на память. Но она вам станет доступна только после выполнения квеста Духа Медведицы. Собрать 5 наклеек при помощи своих пчел. Собрать 200 токенов с кирпичного цветка. Он тоже находится в мини-игре. Задонатить 10 хардваксов в Храм Ветра. Также задонатить в Храм Ветра одно Стар Джелли. Дальше у нас идет 4 задания с наклейками. Итак, в первом задании возможно 3 варианта. Отдать Духу Медведице 6 маленьких розовых тюльпанов. Эту наклейку можно получить используя ножницы или острые ножницы на грибном поле или клубничном поле. Также ее можно найти с помощью Райли Би на грибном поле или на клубничном поле. Или ее можно получить с выращенного плантера на клубничном поле. Следующий вариант. Вам возможно придется отдать Духу Медведице 3 розовых стула. Наклейку розовый стул можно найти с помощью Шай Би. Во время сбора пыльцы пока та очень счастлива. Также это возможная награда за выполнение квестов машины поиска наклеек, которые находятся в трейдинг-плазе. Эта наклейка может выпасть с выращенного плантера наклеек. Также ее можно получить с принтера наклеек, задонатив туда обычное или серебряное яйцо. Еще один вариант. Возможно вам нужно будет отдать Духу Медведице 2 сердца, пожимающие плечами. Эту наклейку можно найти с помощью искателя наклеек на поле роз. Она может быть спрятана где-то на карте, ну и с помощью торговли. В следующем задании тоже может быть два варианта. Один из них отдать Духу Медведице 4 простых небоскреба. Эту наклейку можно найти с помощью искателя наклеек на поле в горах. Также ее можно получить собрав выращенный плантер наклеек. Это возможный дроп с ростка с наклейками в трейдинг-плазе. Или использовать принтер наклеек, задонатив туда обычное яйцо. Еще один вариант. Возможно вам нужно будет отдать Духу Медведице 4 наклейки окно. Эту наклейку можно собрать с выращенного плантера наклеек. Это возможный дроп с ростка с наклейками в трейдинг-плазе. Или ее можно получить с принтера наклеек, задонатив обычное или золотое яйцо. Следующая наклейка, которая всегда нужна Духу Медведице. Три розовых сердечка. Розовое сердечко можно найти с помощью одаренной Бэйби Би во время сбора пыльцы, пока та очень счастлива. Также ее можно найти с помощью Папи Би во время сбора пыльцы, пока пчела очень счастлива. Также ее можно получить с лепесткового плантера на клубничном поле. Ну и с помощью торговли. И последняя наклейка, которая всегда нужна Духу Медведице. Это одно скопление алмазов. Эту наклейку можно найти с помощью алмазной пчелы на поле в горах. Также эту наклейку можно получить с помощью одаренной алмазной пчелы на любом поле. Это возможный дроп с алмазной тли. Также вы можете получить ее, использовав принтер наклеек, задонатив туда алмазное яйцо или одаренное алмазное яйцо. Ну и также с помощью торговли. За выполнение этого квеста мы получим вот такую награду. Также нам откроется доступ к зимней игре на память. Следующий квест, о котором я расскажу в этом видео, это квест Анетта. Он находится в локации 30 пчел. Поднимаемся и разговариваем с ним. Нам нужно помочь ему украсить вот этот стенд. Итак, взяли квест, давайте почитаем. Нам нужно собрать 25 миллионов пыльцы с поля в горах. Собрать 10 миллионов пыльцы при помощи одаренных пчел. Собрать 10 миллионов пыльцы с помощью фарфоровой палки. Вам нужно иметь 2 бейджика стикер стак. Эти бейджики можно получить за то, что вы донатите наклейки в стикер стак. Для получения первого бейджика вы должны задонатить 25 наклеек. Для второго пока не скажу. Но в любом случае вам придется много донатить наклейок, чтобы получить эти бейджики. Собрать одну любую наклейку с помощью собирателя пыльцы. Дальше идет 4 задания с наклейками. В каждом из заданий могут быть один из нескольких вариантов. В первом задании вам может попасться собрать 4 зеленых кружочка. Эту наклейку можно найти с помощью команды РБИ во время сбора пчелы. Пока та очень счастлива. Возможно дроп с ростка с наклейками. Также она может выпасть из плантера наклеек. Или может быть спрятана где-то на карте. Также ее можно получить из принтера наклеек, задонатив обычное серебряное или золотое яйцо. В следующем пункте квестов про наклейки у вас может быть также 2 варианта. Возможно вам понадобится отдать Аннету 4 веселые рыбки. Эту наклейку можно найти с помощью искателя наклеек на любом поле. Также получить ее с плантера наклеек. Она может выпасть с ростка с наклейками. Или ее можно получить из принтера наклеек, задонатив золотое яйцо. Еще один вариант. Возможно вам нужно будет отдать Аннету одну шарообразную заикающуюся пчелу. Эту наклейку можно найти с помощью мутированных бамблби во время сбора пыльцы на подсолнечниковом поле. Также скормив неоновую ягоду бамблби пчели шанс 1 к 1000. Она может выпасть с принтера наклеек. Для этого вам нужно задонатить серебряное яйцо или одаренное серебряное яйцо. Также она может выпасть с плантера наклеек. В следующем пункте квестов вам может попасться один из следующих вариантов. Отдать Аннету один гриб шампиньон. Эту наклейку можно получить с грибов в зоне обычной пчелы. Она может выпасть с плантера наклеек в зоне обычной пчелы. Ну или с помощью торговли. Еще один вариант. Отдать Аннету один гриб мухомор красный. Эта наклейка может выпасть с грибов в стартовой зоне. Или может выпасть с плантера наклеек, который установлен в стартовой зоне. И последний вариант. Вам возможно нужно будет отдать Аннету один гриб боровик. Эта наклейка может также попасться вам с грибов в зоне медовой пчелы. Или может попасться с плантера, который установлен в зоне медовой пчелы. Последний пункт может включать один из двух квестов. Возможно, вам нужно будет отдать Аннетту одну фарфоровую палку. Эту наклейку можно получить, используя фарфоровую палку на любом поле. Или получить эту наклейку, используя фарфоровую палку на подсолнечниковом поле или на центральном поле. То есть на поле в трейдинг плази. И последний вариант. Возможно, вам нужно будет отдать Аннетту наклейку золотые грабли. Эту наклейку можно получить, используя золотые грабли на любом поле. Или эта наклейка может выпасть вам, если вы будете использовать золотые грабли на кактусовом поле или на центральном поле в трейдинг плази. И выполнив квест Анетта, мы получаем вот такую награду и также нам открывается доступ к искусству Анетта. И последний квест, про который я расскажу в этом видео, это квест Гамми Бер. Заходим к нему в магазин. Чтобы взять этот квест, у вас должна быть куплена Гамми Маска. Итак, разговариваем с ним, берем квест. Мы должны помочь ему зарядить мармеладную пушку. Окей, взяли квест, он очень огромный и очень сложный. Что ж, ребята, давайте разбираться по порядку. Нам нужно собрать 10 миллиардов Гу с белой пыльцы. Собрать 1000 токенов с мармеладной пчелки. Использовать 1000 гамм дропсов. Убить 100 летающих муравьев, это в челлендже с муравьями. Убить 200 праздничных меха москитов, для этого должен быть запущен пати у робо-медведя. Убить 400 слаймов, это делается в мини-игре. Выполнить 3 квеста, собрать Гу в челлендже робо-медведя. Уничтожить 3 эпических слоеных гриба. Использовать синюю пушку 25 раз. Использовать желтую пушку 25 раз. И использовать красную пушку 25 раз. Дальше идут квесты с наклейками. У вас могут быть различные варианты, я расскажу про все варианты, а там вы уже сами выбирайте. Итак, поехали. Отдать мармеладному мишке 8 запущенных ракет. Эту наклейку можно найти с помощью гамми-би во время сбора пыльцы на клеверном поле. Собрав выращенный плантер наклеек, она может быть спрятана где-то на карте. Это возможный дроп с ростка с наклейками. Также ее можно получить с принтера наклеек, задонатив обычное яйцо. Также, возможно, вам нужно будет отдать мармеладному медведю 3 Сатурна. Наклейку Сатурн можно получить с ростка с наклейками. Ну или с помощью торговли. Следующий вариант. Отдать мармеладному медведю 2 сияющие улыбки. Эту наклейку можно получить со светлячков, который прилетает ночью. Или эта наклейка присуждается 25 лучшим игрокам по очкам дневного топа охотников за светлячками. Ну и также с помощью торговли. Следующий вариант. Отдать мармеладному медведю 6 белых флагов. Наклейку белый флаг можно получить, используя грабли на паучьем поле. Собрав выращенный плантер наклеек на паучьем поле. Или она может быть спрятана где-то на карте. Следующий вариант. Отдать мармеладному медведю 5 символов атома. Эту наклейку можно получить, используя пульсар на любом поле. Найти с помощью радиоактивных пчел. Собрать выращенный пестицидный плантер. Или использовать принтер наклеек, задонатив туда одаренное серебряное яйцо. Еще один вариант наклеек. Отдать мармеладному медведю 4 предупреждающих знака. Эту наклейку можно получить, используя искатель наклеек на любом поле. Собрав выращенный плантер наклеек, после выращивания ростка с наклейками. Или использовать принтер наклеек, задонатив золотое яйцо. Также вам всегда нужно будет отдать мармеладному медведю 4 наклейки тротил. Эту наклейку можно найти с помощью демо пчелы во время сбора пыльцы. Пока та очень счастлива. Использовав любую пушку, ну или с помощью торговли. Следующий вариант. Возможно вам нужно будет отдать мармеладному медведю 3 пушистые бомбы. Эту наклейку можно найти с помощью фьюзи-би во время сбора пыльцы на бамбуковом поле. При лопании пушистых бомб на бамбуковом поле. Или используя принтер наклеек, задонатив мифическое яйцо. Еще один вариант. Отдать мармеладному медведю 2 точных взгляда. Эту наклейку можно получить, используя принтер наклеек, добавив туда мифическое яйцо. Она появляется при активации всех трех целей, способностей стрельбы по мишеням на клеверном поле. Следующий вариант. Отдать мармеладному мишку 1 фиолетовый флерон. Эту наклейку можно получить с плантера наклеек. Также ее можно выбить с принтера наклеек, задонатив мифическое яйцо или одаренное мифическое яйцо. Еще один вариант. Отдать мармеладному медведю 3 желтые руки липучки. Эту наклейку можно получить с помощью мармеладной пчелы во время сбора пыльцы на подсолнечниковом поле. Используя клей в центральном улье, в главном хабе. Также это возможный дроп с ростка с наклейками. Или вы можете найти эту наклейку, используя искатель наклеек на любом поле. А еще с принтера наклеек, задонатив туда обычное или золотое яйцо. Следующий вариант. Отдать мармеладному медведю 2 черные пубны. Эта наклейка выпадает с туннельного медведя. Можно найти с помощью алмазной пчелы во время сбора, пока пчела очень счастлива. Или собрать выращенный флантер наклеек. Еще один вариант. Отдать гамми пер один темный огонек. Эту наклейку можно найти с помощью демон Би во время сбора пыльцы, пока та очень счастлива. Собрав выращенный термообработанный флантер на елочном поле. Или с помощью торговли. Еще один вариант. Отдать мармеладному медведю один маленький щит. Маленький щит может выпасть вам с бронированной тли. Это возможная награда после окончания челленджа робо-медведя. И последний вариант. Отдать мармеладному медведю один мармеладный шарик. Эту наклейку можно получить, используя гамми баллер на любом поле. Также шанс на выпадение этой наклейки выше, если использовать гамми баллер на клеверном поле или на центральном поле в главном хабе в трейдинг-плазе. За выполнение этого квеста мы получаем вот такую награду. Также нам открывается доступ к мармеладному радио-маяку, который будет призывать мармеладную пушку. Если вам интересно, как работает мармеладная пушка, у меня на канале есть видео. Но на сегодня это все квесты, про которые я хотела вам рассказать. Видео получилось немножко долгим. Я потратила очень много времени на оформление этого видео. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте лайк мне, чтобы поддержать этот видосик. Ну а также подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!